МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Лукашенко планует наведать потерпелые от катастрофы на Шарнобыльской АЭС районы. Про это он заявил сёння, заслуховывающий доклад по пытаниях выконания супраспажарной дисциплины. Керавник державы поведомил, что лететь на полдень краины у потерпелые районы. Перш за усё, президент хочет поглядеть, как идея поселная и как выполняется его даручение по включению оборот земель. А кроме того, сёння на радио Минску президент даручил завершить выдаунство нового моста Праспрыпять у Житковицким районе до 7-го листопада. Александр Лукашенко планует на месте ознайомиться с ситуацией ходом ведения работ. Памятные мероприемства с нагоды 32-й годовины аварии на Чарнобыльской атомной электростанции пройшли сё не по усё Беларуси. У Гомеля, калекаплицы, присвеченной ахвяром техноенной катастрофы, провели митинг-рэквием. Яго организовало областное управление Министерства по надзвечайных ситуациях. Миновито выратовальники змагалися с огнём на 4-м энергоблоку. 26-го красавика 1986 года у 1-й годину 23-й хвилины ночи поступило поведомление об узгорании. А полови другой на месте катастрофы прибылі подразделения пожарной обороны с Прыпяти. Крыху поздней до их долучилися пожарные разлики с Киева, Чарнобыля и інших городов. Дякуючи их самоданности, смелости и можности, до 5-й годин ранецы отрымалося локализовать пожар. Але наступствы для здоровья были необорачальными. Усе пожарные, их было 28 человек, отрымали великие дозы радияции и померли. Яны были молодыми и житерадостными. Які их сёнішні колеги, які сабралися на митинг, каб выразить свою повагу смелости и самоотданности чарнобыльских выратовальников. Память о них останется в наших серцах. И, естественно, этот день мы будем помнить как не только наука, но и как то, к чему никогда в жизни не должно прийти наше человечество. Поэтому в современном мире все атомные станции монтируются со всеми степенями защиты, которые только есть в настоящее время, и даже на одно поколение вперед. У Беларуси зараз реализуется шостая по лику держпрограмма по переодолению наступства аварии на Чарнобыльской АЭС. Які усе попередні, яна различана на 5 годов. Шостая программа, як дарыши и пятая, накеравана уже не на реабилітацию тэриторий пасля катастрофы, а на их развитце. Основная увага – социально-экономичная сфера. Увогулі на минимизацию наступства аварии з державного бюджету накеравана больше за 25 млрд долларов. У Гомерской области, як в аддома, потерпела адрадеяція больше за усі остатні регионы країны. Зараз абсолютно чистым з'являється толькі адзін район – Октябрьскі. У остатніх узровень забруджування знизівся амалю два разы. Повышенні якості життя насельніства і у першую чергу медицинского обслуговання, а так само экономичное развитце потерпелых районов – гэта основная задача держпрограммы. Великая увага, як і за усёды, агропрамысловому комплексу. У апошні агады выпадки перевышення утримання радою нукліда у сільгазпродукції стали адзінковыми. Яшедным штуршком для развіця гэтых тэріторій стане туризм. У тым ліку і навуковы. Пасля прайняці необхідних змін ва указі президента у Полецкім дзержавным радіаційно-экологічному заповедніку будуть проводять екскурсії. Так само в планах створення міжнародного навукового центра, у якім будуть вылучаць уздіяні радіацій на живые організмы. У нас є така мечта, ми к неї в принципі йдем, і цель – це создання міжнародного научного центра по изучению влияния радіацій на живі організмы. Це мало того, що це розробки в сфері науки, які можна буде применять не тільки в Республіці Беларусь, але це безусловно і научний туризм. Тобто ми відкриті, ми ждемо гостей, ми ждемо ученых. Міжнародна навуково-практична конференція, присвечена сучасным проблемам радіаційной медицины, відкрилася сьогодні у Гомелі. Її удзінниками стали калі ста навуковців, практиків і ліквідаторів аварий на Чарнобильській атомній станції з шести країн світу. З докладами ознайомився Олег Сінтюров. От невеликих диспансерів до сучасних, спеціалізованних навуково-практичних центров. За постчарнобильський перейд очіна радіаційна медицина заробіла значно крок наперед. У 2002-м у Гомеля відкріли Республіканський навуково-практичний центр радіаційной медицины і екології чоловіка, що дозволило значно повісити якось послуг. Сьогодні тут оказывається допомога помаль 20-ти на керунках, причім шірах інноваций отримано у вийніку супрацівництва з навуковцями інших країн. Росія, Україна, Казахстана, Франці, США, Японія. Пытаємся розвивати не тільки кадрові потенціалі, матеріальні ресурси і проводити конференції міжнародні. Вот це такий симбиоз, коли йдет і прикладна медицина, і плюс ще теоретічні знання, вони, конечно, діляють центр узнаваємым. Міжнародна конференція сучасна проблеми радіаційної медицины і ще один крок по повішенні ефіктівності гэтай галінаї навуки. При гэтам основний упор вирішено зробіць на махчамість практичних і використання розпрацівок. У програмі двгдзённій конференції доклады, засновані на вийніках шматгадових мониторінгів, причім нікаторі з гэтых докладів відбуваються у режимі віда конференції, патології істравувальній системы у населенців забрудженних територій, перспективы використання мікробіологічних препарату для зниження дозы внутріння промінівання, цукровий діабет у ліквідатору наступств аварий на ЧАЭС. Гэтай категория у вугуле особливая увага. Наверно, саме большое, саме важное і имеюще саме соціальне значення – це організація здравоохранення вот цих людей, які підверглись в тому і іному віде в віддістію впоследстві чернобыльської катастрофи. Старшиня об'єднання Союз-Ветерану Чарнобля з Казахстана Хавел Тургавею непосредний у деньник ліквідації аварий на ЧАЭС. 32 годи тому у складі химполка і він проходив службу, увезся на віселки Хонинського району. Тепер новоковці Гомична оказывають допомогу уже ягородіми. Місяць тому у Остані відбувалася міжнародна конференція по проблемах Семипалатинського полигона. Учитывая опыт, который накопил реабилитационный центр в городе Гомель, його первого ковринику приглашав в качество експерта по вопросам реабилитации Семипалатинського полигона. Потому что вопросы Семипалатинського полигона поднимаются уже не первый год. И там очень много вопросов, которые касаются вопросов реабилитации гражданських лиц по вследстві взрывов, более 500 взрывов, которые произошли на Семипалатинському полигоне. А парчака занят допомоги потерпелому насильниству. Сегодня белорусские новоковцы займаются так само доследованнями. Медыка, деякносточной ситуации в окол белорусской атомной станции, атомная энергетика у республицы становиться реальностью, и до этого необходимо быть готовым. На працовке, які зроблены у апошні годы, в этом плане могут оказаться вельми корыстными. Один з перших вынеков работы Международной науково-практичной конференции у Гомеля – выдание такого сборника по актуальних пытаниях радиоцинной медицины. На його сторонках омальд 200 работ. Причем корыстаться ими могут не токи медыки, а ли специалисты агропромыслового комплекса, экологи и ученые, які занимаются проблемами минимизации наступств чернобыльской катастрофы. Олег Синчаров, Йоген Макеенко, телерадо-компания «Гомель». У Гомеля отбылось урочистое ушанование працовных коллективов сирот предприемств и организации областного центра, которые достигнули наилепших вынеков в 2017 году. Святочное мероприемство разгорнулося в Палаце культуры Чегуночников. У базе присутных были представлены творческие выступления талиновитых представников працовных коллективов, а также выстава достигнений их предприемств. Узнагороды переможцам уручал старшиня гомельского гарва Канкама Петр Кереченка. Так, гоноровое звание «Лепший район города» и «Пераходный стяг» отрымал Чегуночный район. Аналогичный гоноровый символ урученный працовному коллективу открытых акционерного товарыства «Гомельшкло». И оно стало переможцам у номинации «Лепшее промысловое предприемство города» с колькостью працующих больше 500 человек. Каждый работник предприятия очень напряженно отрудился в прошлом году. И эта награда достойная награда коллективу предприятия. Она и обязывает нас сейчас такую же уверенность показывать и в текущем году, что мы и делаем по результатам работы первого квартала. И такие же уверенные показатели мы обязательно будем демонстрировать и в этом году, и в следующем. Так надо, так надо сейчас работать. У лекознагородженных промысловое, будовничшее, коммунальное, транспортное предприемство, установы аховы здоровья, адукации, гандлю, культуры и спорту. Пераможцы вызначены у 25 конкурсных номинациях, 22 с занесением на дошку гонору. Як отзначил старшиня гомельского гарвы канкама Петр Кирыченко, не глезучи на тое, что 2017 год был довольно напруженным, реальный сектор экономики города спрацовал продуктивно и поспехово. Выконаны усе доведенные прогнозные показчики. До того ж, отказность и працевитость спрационных коллективов областного центра дозволили реализовать широк значных проектов по доброму парадкованию и развитию городской инфраструктуры. Все вы свидетели. Мы закончили старую набережную реконструкцию в прошлом году, безусловно, с поддержкой губернатора, средств областного полкома, но и средств наших предприятий и участием наших предприятий. Продолжилась работа по модернизации улиц, увеличению их пропускной способности и много других интересных проектов. Все это, безусловно, только благодаря тому, что работает экономика и появляются возможности финансовые возможности для того, чтобы не только что-то задумывать, но и реально их реализовать в жизни. Сегодня у Гомеля подвели выники конкурса «Самопоспеховый человек у инвалидной колясцы». Переможцы увызначали одразу по 10 номинациях. С удельниками сустрелись наши корреспонденты. Еще несколько десяти годов тому увидеть этих людей на городских улицах было вельми складано. Диагноз «инвалид-колясочник» часто учал, как кончатковый приговор. Вся житевая простора обмежевывалась четырьмя стенами «Кватеры», выйти с якой без допомоги было практически немогчимо. С уликом того, что на Гомельщине проживая около трех с половиной тысяч инвалидов-колясочников, такую ситуацию саправды можно было лечить значной проблемой для громадства. Станове, что начало изменяться не за 20 годов тому, со створением громадского объединения «Инвалиды-спинальники». Минавида Гэта организация взяла на себе организацию физичной, социальной и психологической реабилитации, а так само формирование в громадстве станучого имиджу людей с обмежеванными махчимостями. При подтримце облвыконкам в областном шпитале открылась первая в Беларуси отделение медицинской реабилитации инвалидов. За минулый час у Вогаля шмат чего изменилось. Сегодня колясочники примают уделы в громадском житии и региструются у якости индивидуальных предпримальников. Их у Вогаля начали принимать на работу, хоть и с улеком медицинских показчиков. «Очень хороший опыт трудоустройства людей в инвалидных колясках в бюджетной сфере, в бюджетных организациях. У нас созданы рабочие места и в госпитале инвалидов войны, и в областной МРЭК работают люди, и в ТЦСОНах районах города. То есть такое право есть, и главное, что сейчас и работодатели не боятся таких людей брать на работу. Это очень хорошо». Подчас конкурсу «Самый поспеховый человек» у инвалидной коляски Гомельской области размова ишла у тым лику и об тым, что сегодня робится для людей с обмежеванными махчимостями. Реальностью становятся безбарьерные осеродзе. Отповедные пандусы теперь обовесковый элемент городской архитектуры. В этом году в Гомеле презентовали коляску-трансформер, которая может не только преодолевать пирожкоды, но и рухаться по лесовицах жилых домов и администрационных будинков. Для многих спинальников это по коль значная проблема. Звучайной справой становятся перемоги людей в колясках на сусветных и европейских конкурсах. Сегодня они выполняют бальные, народные и сучастные танцы не горж за физично здоровых людей. Жехар Светлогорска Алексей Сушенцов отримал травму подчас занятку дельтапланеризмом. Тогда он был студентом Самарского аэрокосмичного университета. Сегодня он дипломованный юрист и спевак. У нас в городе два раза в месяц примерно в пицце-смайл мы играем тематическим вечером. Есть джаз, есть французский шансон, есть песни из советского кино. Людям очень нравится. Иногда ездим и по городам в том году в Германию ездили, в Польшу на улицах поиграть просто. Все лето конкурс «Самый поспеховый человек» у инвалидной колясцы Гомельской области пройшел в першиню. Переможцов вызначили в 10 номинациях. Громадская деятельность, спортивные досягнения, семейные каштовности. Не выключено, что в наступном годе в программу конкурсу будут унесены певные коррективы. Але у ягу необходности не сомневается, сдается уже никто. Олег Сенцеров, Анна Коральчук, Валерия Панько. Телерадо-компания «Гомель». И на проканце выпуску добрая новина с культурного життя региона. Пресс-секратар Гомельского областного драматичного театра Уладимир Ступинский стал переможцем международного фотоконкурсу «Театр Экспозит». Престижная творчая споборництва проходила у Одессе. У конкурсе примали удел 85 фотографов с Беларуси, Украины, России и инших краин близкого и далекого замежа. Творчая работа оценивала профессийные международные журы, признанные маэстры театральной фотографии. С дымоку Владимира Ступинского занял первое место у одной из конкурсных номинаций. На им адлюстрованный фрагмент со спектакля Гомельского облдрамтеатра «Древы помирают стоечи». На фото артыстки Виталия Тяжкова и Галина Вевер у творчем процессе. Журы высоко оценила неординарную сценографию спектакля и оригинальный ракурс. Владимир Ступинский фотографии захопился еще со школьных годов. Профессийно займаются ее больше 10 годов. Там достаточно интересная сценография, необычная такая, современная, экспериментальная, я бы сказал. И в общем-то там такие появлялись какие-то ракурсы необычные. Достаточно сложная композиция, может быть не совсем правильная на снимке, но многие члены жюри сказали, она заставляет как-то по этому снимку не один раз пройтись взглядом. И вот что-то там срослось, какое-то волшебство появилось, то, что притягивает взгляд. Но они это, видимо, и оценили. Гэты и иншайновины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by Далее у эфиры де-факто спортивный огляд. Я с вами развитываюсь, всего доброго и до встречи у эфиры. Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Вступил в законную силу приговор суда в отношении гомельчанина, который до этого уже 7 раз был судим. Причем трижды за нарушение правил дорожного движения. Впервые на скамье подсудимых 43-летний мужчина оказался за хулиганство в 2001 году. Годами позже за причинение тяжкого телесного повреждения, кражу и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В очередной раз нигде не работающий гомельчанин был задержан за рулем прибытие в гомельский наркологический диспансер от освидетельствования отказался. В ходе судебного заседания свою вину мужчина полностью признал. Окончательно 43-летнему ранее судимому уроженца Будокошелевского района назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого решила с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами сроком на 5 лет. За прошедшие сутки в Гомельской области пожаров не зарегистрировано. Однако помощь спасателей все же потребовалась. В Рогачеве работники МЧС выехали на вызов 78-летней женщины. У нее не получалось освободить палец от кольца. По прибытию спасателей к месту вызова было установлено, что у женщины 1940 года рождения на пальце левой руки одето кольцо и из-за отека руки снять самостоятельно она его не может. Работниками МЧС при помощи специального инструмента кольцо было снято. Женщина не пострадала в госпитализации и не нуждается. ГАИ ищет очевидцев, которые могут помочь установить личность водителя, скрывшегося с места преступления. ДТП произошло в субботу 14 апреля. В 8-м часу утра Мазда-6 двигалась по улице Кирова со стороны Рогачевской в направлении Новополесской. В районе дома номер 46 водитель не уступил дорогу пешеходу, который в момент включения зеленого сигнала светофора начал перебегать проезжую часть. 17-летний юноша угодил под колеса был доставлен в больницу. 14 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Кирова. На разрешающий сигнал светофора автомобиль не пропустил подростка. Загорелся зеленый сигнал светофоров для пешеходов. Подросток резко рванул через дорогу. В этот момент водитель автомобиля Мазда-6 совершил наезд. Ребенок с травмами был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. Если вы стали свидетелями данного ДТП и располагаете какой-либо информацией, просьба сообщить об этом по телефонам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. А я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Три медали завоевали белорусы на молодежном чемпионате Европы по боксу в Италии. Турнир завершился накануне. В активе белорусской команды два сейбра и одна бронза. Две награды добыли юноши. Александр Родионов стал третьим. Владислав Кшевицкий поднялся на второй ступень пьедестала почета. В состязаниях девушек единственная медаль на счету гомельчанки Марии Денисовой. В финале белорусская уступила спортсменке из Украины Марии Ловчинской. Мария Денисова осталась без лицензии юношеских олимпийских игр, которые разыгрывались на турнире, но получила право на участие в чемпионате мира. Еще о боксе. В Гомеле стартовал 19-й республиканский турнир, посвященный памяти воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане. В предыдущие годы соревнования проходили в феврале и были приурочены ко дню памяти воинов-интернационалистов. В связи с включением турнира в республиканский календарь сроки проведения пришлось сдвинуть. В состязаниях принимают участие боксеры со всей страны. Пока на ринге спортсмены выявляют сильнейшего на 19-м турнире, организаторы уже думают о предстоящем 20-м. Юбилейные соревнования должны пройти с размахом. В следующем году, я думаю, что мы постараемся пригласить всех, посмотрим в наших архивах, кто был победителем наших турниров. Постараемся всех их пригласить сюда, посмотрим, какая у них судьба. За это время у нас были и казахи, у нас были и узбеки, у нас были молдаване, у нас были прибалты все, Литва, Латвия, Эстония, у нас были болгары. Накануне обе команды гонбольного клуба «Гомель» провели очередные поединки чемпионата Беларуси. Игры состоялись на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. Мужская дружина сражалась с действующим чемпионом БГК имени Мешкова. Навязать борьбу более искушенному сопернику подопечным Сергея Цыганкова не удалось. Поражение 19-33. Женская команда встречалась с Витебчанкой. Первый тайм у дружины Тома Жачатера не особо получился. 17-12 в пользу хозяек. А вот во втором гомельчанки смотрелись куда увереннее и победили 40-23. В субботу 28 апреля в Гомеле снова гонбольный вечер в 15-0-0 на арену Гомельского дворца игровых видов спорта. Выйдут мужская команда гонбольного клуба Гомель и столичный СКА. В 17-0-0 начнется очередной эпизод главного противостояния женского гонбольного чемпионата между Гомелем и БНТУ БелАЗ. Турнирные расклады таковы, что хозяйкам во что бы то ни стало нужно побеждать. В пятом туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги Гомель на домашней арене играет с Ислачью. Игра состоится на поле стадиона центральной. Начало в 19.45. Ранее в официальных матчах соперники встречались дважды. Пока в этом противостоянии паритет. Каждая из команд записала в свой актив по победе. В турнирной таблице Ислач располагается выше на 10-й позиции Гомель на 12-й. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.